Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача по детству Одинцовской центральной районной больницы и врач-инфекционист Игорь Федорович Лаврух. Здравствуйте, Игорь Федорович, здравствуйте, Нина Павловна. Сегодня поднимаем актуальную тему, очень серьёзную тему – менингокок. Что это за заболевание такое и почему опасность существует нашему населению заразиться этой инфекцией? Нина Павловна. Данное заболевание, оно, как правило, имеет сезонный характер и детки, как правило, болеют. Это октябрь, ноябрь, это апрель, май. Но в этом году, я не могу сказать, что вспышки этой инфекции, но спорадические случаи данной инфекции стали встречаться и даже в летние месяцы. Это и май, и июнь, и июль. И поэтому нам бы очень хотелось в этой передаче рассказать родителям, как это заболевание протекает. Но главное, чем оно опасно. Чем оно опасно. Вот Игорь Федорович, он врач стационара, он врач-ординатор, который работает в инфекционном отделении, и он чаще, встречаясь с этой патологией, он, я думаю, о клинике этого заболевания расскажет более подробно. И что первые признаки, какие встречаются у деток, и с какой острой патологией, потому что все это в течение, ну, максимум суток, да, это даже часов, там, 12 часов настолько быстро развивается это заболевание. И приезжая в инфекционное отделение, он видит их наиболее чаще. Поэтому, я думаю, вот расскажет нам... Что такое менингокок и его основные симптомы? Как он проявляется? Как проявляется это заболевание? Ну, нужно сказать, что инфекционное, это острое инфекционное заболевание менингококкоинфекция, вызываемое менингококко, протекающее клинически, это в виде нафарингита, в виде менингокцемии, в виде менингита, менинганцефалита. Для этого заболевания характерно то, что болеют только взрослые. Чаще всего это дети, подавляющее большинство до 80%, и остальные люди молодого возраста. Механизм передачи воздушно-капельный для этого заболевания. Характерна сезонность, но в последнее время немножко она сглаживается, и довольно часто уже в последние годы и летом встречается. Также и по нашему стационару до 10 случаев в этом году, и в основном это летний период. В основном это завозные случаи, Средняя Азия. А так для этого заболевания характерно распространено во всех регионах, во всех странах. Но чаще всего встречается заболевание, это в Африке, это центральная Африка, западная часть ее, так званый еще менингитный пояс называется. В принципе для нашей страны это не характерное заболевание. Да, это спорадический единичный случай. Но скажем, если вспомнить всю историю, то в прошлом столетии были описаны ряд вспышечных заболеваний этого заболевания. Так, это в 1905-м, в 1906-м году, в 1915-м, в 1928-м, в 1932-м, в 1940-м, в 1940-м, в 1960-м годах были связаны. Условно это заболевание можно сказать к военным инфекциям. Почему к военным? Потому что связано с военными действиями, связано с катаклизмами, бедствиями. И тогда иммунитет снижается у больных. Это связано и с стрессовой ситуацией, и различные климатические условия. Но у нас сейчас, наверное, в силу того, что мы очень много передвигаемся, перемещаемся из страны в страну. И дело в том, что в последние годы довольно большая миграция населения. Также к нам приезжает с многих стран, в которых довольно часто встречается это заболевание. Мы ездим, посещаем многие страны, в которых как раз и есть эндемичные районы по этому заболеванию. Безусловно, и в наше время это заболевание довольно выходит на первый план. Хотя встречаемость редкая, да. Но серьезные последствия, которые могут привести, если вовремя не обратиться за помощью медперсонала, то, может быть, и летальные исходы бывают, и серьезные осложнения. Если кратенько сказать по клиническим проявлениям, то оно довольно распространено в заболевании. Можно, условно, выделить несколько форм этих заболеваний. Это локализованные формы, к которым относится МИГОК-носительство, Остреназофаренгит. Эти формы, они довольно безобидны, условно сказать, да. МИГОК-носительство клинически не проявляется. Но большой процент населения является носителем. И при ближайших каких-то хороших условиях может возникнуть заболевание. Ну и, соответственно, они бывают источником заболевания довольно часто. Это как раз носитель. Назофаренгит может быть как самостоятельно протекать, так же и при нормальном для других более опасных форм заболевания. Назофаренгит протекает в основном в легкой, средней степени тяжести. Это и подъем температуры, проявление интоксикации, слабость, недомогание, заложенность носа, отек, гиперемия, ротоглотки. И в таких случаях, несмотря на что оно похоже, как обычное острое респираторное заболевание, обязательно надо обращаться в первые же дни, в первые сутки, надо обращаться к доктору, не заниматься самолечением. Более тяжелые формы – это генерализованные формы, к ним относятся минго-кокцемия, к ним относятся также менингит, минго-энцефалит. Минго-кокцемия, как правило, редко протекает одна, она обычно протекает смешанная, это с минингитом, минго-энцефалитом. Вот это уже форма довольно тяжелая, резко острое начало, с подъемом температуры. В первые же часы появляется сыпь, сыпь характерна в виде звезд, она распространяется по всему телу, на конечной животе и дальнейшем. При более тяжелой форме сыпь может достигать 15 см и более даже сантиметров в диаметре. Здесь на первый план поражение сосудистой системы происходит, фотогенезия институтоксическая и шок происходит. Выражена интоксикация, это слабость, недомогание, все будет протекать. И в таком случае обязательно как можно быстрее, потому что здесь уже будет идти на часы, даже в некоторых случаях и минуты играет роль спасение или ребенка, или молодого человека, который, соответственно, заболевший. Здесь ни в каком случае, обязательно надо сразу же или вызывать машину скорой помощи, или там же… То есть при первых подозрениях сразу, незамедлительно, за 12 или обращаемся к врачу. Да, у нас были случаи, это было в прошлом году, когда ребенок лег абсолютно здоровый спать, и ночью развилось острое состояние повышения температуры, рвота, сильная головная боль. И там уже время шло действительно на минуты, не то, что мы говорим про какие-то часы. Поэтому родители не должны заниматься самолечением. Если они видят, что у ребенка данное заболевание протекает более тяжело, чем предыдущие какие-либо вирусные инфекции. То есть что-то не так? Не так, рвота, головная боль. Да, рвота, головная боль, миостыния, когда болят суставы, когда какая-то мышечная боль, появляется мелкоточечная, такая геморрагическая, как кровоизлияние на конечностях, на лице, на туловище, высокая температура, ребенок вялый. Нужно незамедлительно обратиться к врачу, потому что здесь все именно на минуты. Заболевание очень тяжелое, и оно не как даже заболевание, то есть если вовремя ребенок поступает в стационар и вовремя начинается лечение, как правило, все это протекает в благоприятный исход. А если мы где-то упускаем это время, то это настолько грозное осложнение, что мы даже можем потерять взрослого, либо же ребенка. Какие меры защиты существуют против этого заболевания? Можно ли привиться от этой инфекции? Да, значит, вакцина есть, она не входит в национальный календарь прививок, но если возникает грозная ситуация и возникает какой-либо эпидемический очаг, то данная вакцина мы должны привить всех контактных, всех, если мы говорим о детях, всех детей, которые находились в закрытом помещении вместе с больным ребенком, это первые люди, которых мы обязательно должны привить. Мы должны обязательно привить новобранцев, мы должны привить людей, которые выезжают в Африку или выезжают в какую-либо Среднюю Азию, страны Средней Азии. То есть вакцинация должна быть обязательно. Прививать детей, если мы, родители, хотят привить ребенка и защитить его от менингококковой инфекции, мы начинаем их с 9 месяцев. Если мы прививаем с 9 месяцев до года, то эта вакцина двухразовая. Если мы прививаем с 9 месяцев до 2 лет, то данная вакцина у нас однократна. А вакцинацию можно проводить с 9 месяцев до 55 лет. Проводится однократно, делается она мышцу, не внутривенно, не подкожно, а внутримышечная инъекция. Переносится она достаточно спокойно, но к ней нужно обязательно подготовиться. Являются противопоказанием относительным. Это беременность, это грудное вскармливание. То есть здесь нужно очень внимательно подумать и решить, прививать или нет. Если уже непосредственно беременная или кормящая мама была в эндемическом очаге, тогда, скорее всего, эту вакцину нужно сделать. А так, если это просто желание мамы, то стоит, скорее всего, воздержаться. Переносится нормально, к ней также есть побочные действия, как у любой вакцины. И обязательно нужно проконсультироваться с врачом, и она обязательно, доктор-педиатр или доктор-терапевт, обязательно посоветует, какую вакцину можно вводить. Их 4 существует. Вот в государственных учреждениях на случай эпидемии у нас вакцина есть. То есть мы достаточно ей обеспечены. И при необходимости всех деток, которые были в контакте, а у нас такие были случаи, и в закрытых учреждениях всех детей мы прививали. Начинается новый учебный год, массово вернутся дети с отдыха. А стоит ли до этого времени позаботиться и привить себя и своего ребенка? Вы знаете, такой срочной необходимости нет. Если родители планируют какой-либо отъезд в ту же Африку или в Среднюю Азию, конечно, ребенка нужно привить. После вакцинации иммунитет развивается через 7-10 дней после проведения данной вакцинации. То есть, в принципе, те, кто хотят уберечь своего ребенка, могут это сделать заблаговременно. Могут это сделать, да. Главное, не день в день, иначе не поможет вакцина. Да, должен быть иммунитет, конечно. Да, он должен выработаться, этот иммунитет. Нина Павловна, помимо вакцинации, существуют ли еще меры защиты и меры предосторожности? Ну, для данной инфекции характерен воздушно-капельный путь передачи, поэтому желательно меньше находиться в учреждениях, где очень большое скопление народа, не приводить детей, как мы все время с вами говорим, в магазины, да, в какие-то концертные залы. То есть, ребенок до года должен обязательно находиться дома. И чем меньше контакт, это тем лучше. Для детей более старшего возраста, конечно, если у ребенка длительный насморк, длительные катаральные явления, необходимо родителям обязательно обратиться к доктору. Для того, чтобы выявить носительство данного заболевания, необходимо всего лишь навсего взять мазок, из девой носа и посмотреть, что там есть. В данном случае, может быть, ребенок является носителем этой инфекции, либо же ребенок здоров, но он опять же является бактерионосителем, он может заразить всех оставшихся. Поэтому проверьте своего ребенка, посмотрите, что является причиной длительного насморка. И, соответственно, мы сможем уберечь как и своего ребенка, так же и тех контактных, которые были с ним рядышком. В прошлом году мы все помним вспышку кори, не грозит ли вспышка менинга кока нашим жителям? Я думаю, что нет. Мы знаем про это заболевание, мы не боимся этого заболевания. Мы готовы, даже если это заболевание возникнет, и возникнут эти очаги, отработать данное заболевание согласно всем СанПИНам. Для того, чтобы выявить контактных детей и провести необходимую вакцинацию, для этого у нас выезжает, вот как только мы узнаем про то, что болен ребенок, обязательно в группу, если это закрытое учреждение, детский сад или школа, обязательно выходит группа докторов, которые осматривают деток. Если у ребенка есть какие-либо катаральные явления, их обязательно осматривает лор-врач. И, соответственно, если выявляются какие-либо заболевания, ребенок либо же госпитализируется в инфекционное отделение, либо же ему назначается лечение на дому. Инфекционное отделение у нас, грамотное отделение, у нас работают доктора, как правило, все с высшей категорией. Они умеют лечить это заболевание. И самое главное, для того, чтобы спасти ребенка, нужно вовремя обратиться к врачу. То есть еще раз, да, Игорь Федорович, не заниматься ни в коем случае самолечением. Да, самолечением, да, информацией по интернету, которая довольно достаточно, соседей все довольно грамотные дают подсказки и так далее. Конечно, обязательно, потому что, несмотря что редко встречается, но серьезные последствия. Вот я еще дополню, что из генерозонов это менингит довольно серьезные. Если тоже вовремя не обратиться с самым больной или мамой с ребенком, то тоже могут быть серьезные последствия до сметельного схода. Менингит еще будет проявляться и головными болями, в височной области, боли затылочные, да, рвота неоднократная, мучительная, да, не предшествующая, без предшествующей пошноты. Но все-таки это не причина обычного респираторного заболевания. Да, действительно, да, да. То есть это не просто насморк и убялость, да. Выжженная интоксикация, выжженная температура до 40, температура, конечно, да. То есть обращаемся за помощью, звоним службу 112 и не занимаемся самолечением. Да, никто никому не отказывает, всегда. Медики вовремя привезут, и тоже инфекционное отделение, вовремя окажем помощь. Если по необходимости есть ремензионное отделение, то сразу по состоянию переводим, да, или напрямую, или если бывает ухудшение, то сразу в реанимационное отделение, там оказываем помощь, да. Улучшение самочувствия, гемодинамики, стабилизации переводится назад инфекционное отделение до долечивания. Заболевания очень серьезные, да, серьезным последствиям, да. И довольно многие органы и системы со мной будут поражаться, и сердце, и надпочечная недостаточность, да. Поэтому, естественно, надо как можно быстрее, в первые же часы надо, да, обращаться. Из всех десяти случаев, которые были в Одинцовском районе, все остались живы. А это самое главное. И самое главное, чтобы никто из жителей Одинцовского района не заболел. Это зависит от каждого из нас, зависит от того, насколько мы вовремя прививаемся, насколько мы много уделяем внимания нашему здоровью, здоровью наших близких. Да. И мне хочется еще раз сказать. Заболел ребенок. Вы чувствуете что-то с ребенком не так. Он ведет себя не как обычно. Обратитесь к участковому педиатру. Это тот доктор, который всегда поможет, всегда направит в то отделение, где необходимо пройти необходимое обследование и лечение. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова